Дороги быть. В Афипском городском поселении завершилось строительство кольцевой дороги. Благодаря госпрограмме развития сети автомобильных дорог Краснодарского края, за пять лет администрации поселения удалось реализовать проект по капитальному ремонту улиц Воренова, Андреева, Краснодарской, Ленина, Калинина, Революционной и Суворова. В целом проведен комплексный ремонт пяти километров дорог на общую сумму свыше 150 миллионов рублей. Большая часть из них – средства краевого бюджета. Хочу слова благодарности сказать от наших жителей, от себя спасибо нашему губернатору Вениамину Ивановичу Кондратьеву, председателю законодательного собрания «Бурлачка» Юрию Александровичу, за те программы, которые работают в Краснодарском крае. Это программа, в которой мы сейчас работаем и продолжаем, и будем работать, будем делать все для того, чтобы быть в этой программе. Это программа капитальное строительство автомобильных дорог Краснодарского края. Для создания Афибской кольцевой дороги выполнено устройство тротуаров и автобусных остановок. Установили уличное освещение, заменили инженерные коммуникации и обустроили подъезды к жилым домам. «Великолепно, даже пешком приятно пройти, с колясочкой, с ребенком, приятно пройти пешком. Поэтому всем жителям желаю только здоровья, счастья и благополучия, чтобы мы чаще встречались в таких мероприятиях. Дорогу открыли, школу открыли, садик открыли, больницу новую построили. И все люди жили в мире в согласии и в достатке». Для удобства Афибчан запущен новый автобусный маршрут номер 11, связывающий окраину поселка с центром и социально значимыми объектами. В том числе с детской школой искусств, поликлиникой, лицеем, домом культуры и спортивным комплексом. «На этом мы не завершаем работы по благоустройству нашего поселка. Мы будем продолжать приводить наш поселок еще более лучшим он выглядел и комфортным выглядел. И, конечно же, приносил только радость и хорошее настроение нашим жителям». За последние годы поселок Афибский заметно преобразился. На месте пустыря по улице 50 лет Октября раскинулась прекрасная зона отдыха. В сквере установлены удобные лавочки, высажены зеленые насаждения и цветочные клумбы. Оборудован красочный детский городок с качелями, горкой и турниками. На благоустройство сквера выделили 6,5 миллионов рублей поселенческого и 500 тысяч рублей краевого бюджетов. Новая спортивная площадка появилась и возле спорткомплекса Андрея Рены. Теперь заниматься спортом сюда будут приходить как взрослые, так и дети. Современные уличные тренажеры установили благодаря средствам ЗСК. Афибский очень преобразился. И это видно по настроениям людей. Вот то, что мы сегодня увидели, не в каждом поселении такое есть. Это дает участие в краевых целевых программах, дает такие результаты, осуществление таких проектов. Поэтому я еще раз призываю всех глав поселений внимательно посмотреть по своим поселениям и максимально принимать участие в краевых целевых программах. Для того, чтобы сделать комфортнее и благоустроеннее наши поселки, станицы и хутора. Поэтому, Юрий Анатольевич, вам огромное спасибо за работу. Глава района Адам Джерим проверил ход выполнения ремонтных работ в школах и дошкольных учреждениях муниципалитета. В первую очередь посетил детский сад номер 28 поселка Черноморского. В учреждении недавно установили новый теневой навес. Он соответствует всем нормам и требованиям. Работы проводились на муниципальные средства. Следующим объектом стала школа номер 27 села Львовского. В здании мастерских полным ходом идет ремонт кровли. Завершен подвод горячей и холодной воды в учебные классы. На втором этаже отремонтированы санитарные комнаты. Все эти работы проводятся на средства, выделенные законодательным собранием Краснодарского края. Сумма бюджета – 1 миллион рублей. В станице Григорьевской Адам Джерим посетил школу номер 11. В учреждении установлено 11 новых металлопластиковых оконных блоков. Также планируется подготовка проектно-смертной документации для возможности дальнейшего участия в краевой программе по проведению капитального ремонта здания. В рамках объезда глава района побывал в Григорьевском доме культуры. Благодаря участию в краевой программе развития культуры в актовом зале учреждения установили новые театральные кресла. Все эти изменения уже успели оценить дети. Ребят, ну а вам нравится какой зал у вас там? Да, очень. А кто там хорошего? Все. Все хорошо. Последним объектом рабочей поездки стал детский сад номер 5 Станицыного-Дмитриевской. Благодаря участию в программе развития образования в учреждении проводится замена кровли и капитальное благоустройство территории. Для комфорта детей установлен новый теневой навес. Стоимость работ 4,5 миллиона рублей. Подводя итог рабочей поездки, глава района пообщался с подрядчиками и еще раз напомнил о сроках сдачи всех объектов. Здесь будут дети. Это самое главное. Поэтому постарайтесь сделать, не экономьте ни на чем. Красиво, уютно, аккуратно, чтобы могли прийти. Тут вся станица пойдет на открытие этой площадки. В 2020 году наша страна празднует 75-летие победы в Великой Отечественной войне. В честь юбилейной даты в нашем районе уже сейчас проходят культурно-просветительские мероприятия. В Северском музее состоялась литературная встреча, посвященная одному из самых трагических событий в истории Станицы Северской – начало ее оккупации немецко-фашистскими захватчиками. Члены литературных клубов «Нам года не беда» и «Гармония» прочитали свои произведения о войне. Что я помню теперь о военных годах, как подбросил меня высоко-высоко, уходя на войну, мой брат. Сразу письма писал, а потом перестал. Дома тихо, не весело стало, не шутила сестра, не смеялась о мать, а отец валерьянку в стаканчик все капало. Спасибо вам, ветераны, и низкий поклон земной. И то, что живем спокойно за наши счастливые дни, за то, что Россию, говорит, стояли, а страшно пошли спать чумы. Спасибо вам, ветераны, спасибо за мирные золи, за тихий закат и восход. Спасибо вам, ветераны, и низкий поклон земной. Клуб «Нам года не беда» уже четвертый год подряд принимает активное участие в месячнике обороны массовой и военно-патриотической работы. 2020 год объявлен годом памяти и славы. И мы уже готовимся к проведению месячника уже сейчас. Почему сейчас? Потому что не так уж и много времени осталось. Среди членов клуба 10 детей войны. Они регулярно встречаются со школьниками, чтобы поделиться воспоминаниями. Вы знаете, это обязательно надо делать. Потому что вот так проникновенно рассказывают люди, которые в детстве пережили войну, что дети плачут. Прямо вот плачут по-настоящему, так их это трогает. Год памяти и славы. Поэтому акцент на нем. Память в память. Мы должны помнить. И это сказать детям мы должны помнить. И слава им тем, кто погиб в ту войну, кто принес нам победу. Вот в таком ракурсе мы планируем работать. Такие литературно-исторические встречи помогают сохранить одно из важнейших богатств данных человеку. Память. Куда их взять? Дети, теперь о грустном. Идите сюда. Мы посчитали наши расходы и доходы. Дело в том, что мы запланировали только одного из вас. Андрей, останься. А вы уходите. Мам, остановись. Не делай этого. Не убивайте свое будущее. МЧС России предупреждает. Не оставляйте детей без присмотра. Безопасность начинается с тебя. МЧС России Российские пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин в аварийных условиях благополучно посадили авиалайнер под Москвой. Airbus A321 уральских авиалиний совершал рейс Москва-Симферополь. Сразу после взлёта в двигатели самолёта попали птицы, и они отказали. Один из них задымился. Экипаж решил садиться в поле рядом с аэропортом Жуковский. Двигатели отключили, шасси выпускать не стали, чтобы посадка прошла мягче. После приземления пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Все 233 человека, находившиеся на борту, живы. 76 пассажиров пострадали, в том числе 19 детей. Шесть из них госпитализированы. Одна из стюардов сказала, что самолёт пеницан. И мы сразу же были в панике, побежали за одним из мужиков. Он сказал, идите за мной. И мы пошли по дороге. Правительство страны назвало пилотов героями и обещает представить их к награде. Впрочем, командир экипажа Юсупов героем себя не считает. Его супруга придерживается такого же мнения. Герой – это слишком громко, мне кажется, моё мнение. Да, я горжусь своим мужем, но это мой муж, я его люблю. И любой его поступок для меня геройский. Росавиация создала специальную комиссию, которая расследует обстоятельства и причины авиационного происшествия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова